Селедку под шубой на Новый год будем есть последний раз. Цены в 2022 зашкалят, а доходы окончательно замрут. Уважаемые зрители, если вы хотите достойных зарплат, пенсий, обязательно ставьте лайки. Вся страна должна увидеть, что будет, если Путин останется у кормушки. Досмотрите этот сюжет до конца и узнайте всю правду. Центральные каналы такого не покажут. Традиционное русское новогоднее угощение селедка под шубой в уходящем году стал на 16% дороже. Пять порций салата обойдутся теперь в 453 рубля против 389 в конце 2020 года. Такие данные приводит торговая площадка Сбермаркет. В расчет взяли цены на компоненты из традиционного рецепта. Сельдь, яйца, майонез, свеклу, морковь, картофель и лук. Больше всего в стоимости выросла рыба. В среднем на 70 рублей. А вот овощи, по данным Сбермаркета, за год в России практически не подорожали. Шансов отведать селедку под шубой в следующем году у россиян становится все меньше. Новый 2022 год принесет в страну повышенную инфляцию. Об этом в интервью ведомостям заявил главный эксперт Всемирного банка по России Дэвид Найт. Всего специалист выделил четыре фактора риска, тесно взаимосвязанных между собой. Найменьшее влияние, по мнению Найта, может оказать политика российского правительства на снижение углеродных выбросов. Согласно принятым программам, к 2050 году страна должна перейти на низкоуглеродное производство, а к 2060 ожидается достижение углеродной нейтральности. В общем, есть время все просчитать, продумать и хорошо подготовиться. Тем более, что далеко загадывать в нашей стране мало кто любит. Заметно большое влияние могут оказать новые международные санкции. И вот тут остается действительно гадать на кофейные гущи. С одной стороны, многие аналитики, в том числе и Дэвид Найт, оценивают вероятность новых санкций как низкую. Мол, уже ввели все чувствительные ограничения, какие только могли. С другой стороны, злые языки пророчат чуть ли не отключение от системы международных банковских платежей, свифт и полное закрытие границ. Возможно, так сгущают краски. Но эти угрозы в адрес Кремля раздаются каждый день, а в качестве повода может быть что угодно. Что более ощутимо простым россиянам, но также непредсказуемо, так это введение новых ограничений за развитие пандемии коронавируса. Распространение болезни пойдет на спад или наоборот. Нас ждут новые, еще более разрушительные волны COVID-19. А вместе с ними переполнены больницы, избыточная смертность, локдауны. Точного ответа на этот вопрос нет. И, конечно, фактором, который может оказать существенное влияние на инфляцию, может стать разрыв производственных цепочек из-за тех же локдаунов и ограничений в связи с коронавирусом. И тут эксперт Всемирного банка тоже признается, что точных прогнозов нельзя делать, так как Россия очень большая и непредсказуемая. За то, в чем уважаемый аналитик уверен, так это в возможности высчитать с точностью до десятки процентов те или иные экономические показатели в будущем. Например, рост ВВП России в следующем году ожидает в размере 2,4%, а в 2023 – 1,8%. Насколько правильно рассчитали эти цифры? Ну вот они как раз похожи на правду. То есть после отскока в связи с пандемией Россия действительно, скорее всего, вернется к длительной, докарантинной стагнации. А это означает лишь, что народ в большинстве своем будет беднеть, независимо от того, будут ли номинально расти цены. Профессор кафедры экономической политики Санкт-Петербургского государственного университета Геннадий Алпатов считает, что главные причины инфляции совершенно не те, о которых говорят во Всемирном банке. Инфляция пришла к нам сейчас с нескольких сторон. Во-первых, есть продовольственная инфляция. Во многих регионах мира случился неурожай, и российские производители стали продавать продукцию по завышенным ценам за рубеж. Правительство предприняло некоторые меры, чтобы остановить этот излишний экспорт и оголение внутренних рынков. Вторая проблема связана с большим импортом промышленных товаров. Россия продает большое количество энергоносителей, но на эти деньги покупает большое количество продукции. Если рубль дешевеет, то весь импорт вырастает в цене внутри страны. О третьем моменте меньше всего говорят о повышении налогов и штрафов. Да, бюджет таким образом наполняет. Но повышение сборов повышает себестоимость производства. И это не зависит от коронавируса. Цены растут в любом случае, так как доля налогов себестоимости растет. Получается, что Минфин выполняет задачу формирования сбалансированного бюджета. Но одновременно растут и расходы. Скажем, растут цены на стройматериалы, а это приводит к большим тратам по жилищным программам. СП. То есть все дело в правильном госуправлении. Есть и просто ограниченные по времени факторы. Например, если в следующем году будут хорошие урожаи, то цены на продукты снизятся. Однократное повышение налогов приводит к длительной инфляции, но она не бесконечна. Влияют еще и ожидания. Когда все участники рынка ждут инфляции, то она затягивается. И тут нужна пропагандистская работа правительства, а также объективная статистическая информация, говорящая о сроках остановки роста инфляции. При этом за статистическими данными скрывается, что цены больше всего растут на товары первой необходимости. Цены на продукты питания за год вырастают больше 20%. Это сильно бьет по тем, у кого расходы по продовольствии составляют значительную часть затрат. Одновременно снижается уровень жизни бюджетников, так как им индексируют зарплату согласно официальным данным, а не фактическим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok